Всем привет дорогие друзья с вами TransDefice Masterpiece и сегодня я хочу сделать обзор на фигурку трансформеры Move Deluxe Class Arsi. Арси это девушка автобот из второй части серии фильмов о трансформерах. В фильме у Арси присутствовало две сестры Хромия в синей расцветке и Элита 1. Кстати Элита 1 это персонаж из первого поколения, реализованный в фильмах. Сама Арси была представлена в фильме в ярко-розовой, а иногда красной расцветке. Покопавшись в интернете, я нашел небольшую предысторию. Согласно этой истории Хромия вместе с сестрами участвовала в набеге на энергохранилище десептиконов, но погибла от руки Шаквейва. Ее тело было использовано десептиконским ученым для эксперимента, в результате которого она была оживлена с помощью искры Арси. И с тех самых пор чувства и мысли женщин стали общими. Арси и ее сестры были показаны в самом начале фильма Трансформеры 2. Месть падших в погоне за десептиконами, а также во время битвы пирамид, когда ее видели в последний раз. Тогда Арси и Элита 1 попали под обстрелы Старскрима, Бонг Крашера и десептиконских солдат, где они были серьезно ранены. Но создатели фильма сообщили, что все три сестры погибли в битве у пирамид, что довольно-таки печально и обидно. Стоит упомянуть, что данная фигурка является копией оригинала Трансформер Смуф Делюкс Класс Арси. И по цене она также дешевле. Поэтому у фигурки присутствует несколько дефектов, которые я также упомянул. На макушке фигурки мы можем наблюдать имитацию прически, а сзади встроен прозрачный пластик, который будет светиться при использовании фонарика. Также на прическе присутствует матовый черный сегмент, который не просвечивается при использовании фонарика. Покраска лица Арси выглядит неплохо, но мы с вами прекрасно видим, что создатели могли и постараться, и сделать лицо Арси, конечно, более красивым. Голова может крутиться на 360 градусов и немного запрокидываться вперед и назад. Грудной отсек фигурки состоит из труб, имеет женский вид и также не имеет совершенно никакой артикуляции. То есть мы не можем его ни покрутить ни в сторону, ни как, он просто здесь намертво закреплен. Руки могут крутиться на 360 градусов, а плечи мы можем отвести спокойно в сторону. Также локти и кисть имеют артикуляцию. Кстати, стоит упомянуть, что у Арси три пальца, а не четыре или пять, как это бывает обычно. Бедро мы можем отодвинуть только вперед или же назад. Оно, кстати, может прокрутиться на 360 градусов. Стопы Арси имеют достаточно красивую структуру каблука и должны держать фигурку, но из-за того, что ее каблук может спокойно отодвигаться назад, то фигурка порой падает. Также при распаковке я столкнулся с проблемой, что левый каблучок был закреплен не так крепко, как правый, и в принципе не так крепко, как должен был быть закреплен. Поэтому мне пришлось его тут немного суперклеем, который очень быстро отваливается, немного закрепить. Задняя часть фигурки сделана довольно увесистой, но, возможно, имитирует какой-то элемент ее костюма, например, платье. Кстати, эта часть также держится некрепко и немножечко шатается. Оружие Арси при его активации имеет структуру арбалета и может также частично разбираться. Закрепляется оружие Арси с помощью двух стержней, которые расположены на его нижней части, с помощью отверстия, которые присутствуют на руке Арси. Закрепить мы можем как первым стержнем, так и вторым, и с той и с той стороны будет выглядеть довольно-таки красиво. Чтобы показать вам размер Арси, я поставлю возле нее Legion Bubble Bee. Как видите, Арси – это как два таких Bubble Bee. Режимом Alt Mode Арси является мотоцикл. На передней части хорошо виднеются фары, где в центре установлен прозрачный сиреневый пластик, а вокруг это все просто матовый черный пластик. И также ведровое стекло, которое также состоит из того же пластика, и также просвечивается. И вот это стекло, на самом деле, тоже просвечивается. И вот сейчас на камеру передается немного. Далее стоит отметить очень детализированную систему управления, которая состоит из руля и навигации. А также дальше следует бак. Как вы заметили, он прикрыт частью трансформера и держится не совсем крепко. На самом деле, я долго не мог понять, что вот это за часть у трансформера. Мне вначале показалось, что это руль, и мне казалось, что бак находится здесь. Но нет, бак оказался здесь, а это, видимо, просто какой-то элемент декора. Сиденье мотоцикла полностью состоит из пушки Арси, и без этого сиденья трансформация будет выглядеть совсем неполной. И довольно-таки хорошо бросается в глаза номер. Вот так Арси выглядит без своего оружия или шизиденья. Как вы уже успели заметить, переднее колесо Арси довольно неплохо прокрашено, и хорошо продетализировано переднее крыло с трубой, которая называется, если я не ошибаюсь, передней вилкой. У заднего колеса покраска более бедная, но плюсом этого колеса является то, что здесь присутствует довольно-таки детализированная имитация цепи. Шины на колесах имеют ребристую структуру, что добавляет мотоциклу более крутой вид. И также присутствует подножка. Для сравнения я решил опять-таки использовать Legion Class Bumblebee, и таким вот образом Арси выглядит с дрифтом, которого вы можете посмотреть обзор на моем канале. Приступим к трансформации Арси. Первым делом мы раздвигаем ее колеса и прячем голову в грудной отсек. Можете немного приподнять руки, чтобы они вам не мешались, и тогда трансформация будет немного легче проходить. Далее мы переходим к ногам. Здесь мы должны соединить каблук с носком и задвинуть или же убрать таким образом. Далее мы должны колено, оба колена в сторону бедра Арси. Вот у нас первое колено раз, и второе колено два. Задвигаем ноги Арси наверх, и далее мы должны соединить ее ноги, вот этот стержень, точнее, мы должны соединить с отверстием, которое присутствует в этой ноге. Это сделать довольно несложно, и даже вы не услышите щелчка. Первое готово, и готова вторая. Далее мы выдвигаем фары и руль Арси, и тем самым у нас уже практически готов мотоцикл, мы должны только лишь соединить колеса, делая это тоже не так сложно, но щелчка здесь не будет, но вы должны накрепко их соединить, чтобы они не отваливались. Я не знаю, получится ли у меня это сделать на видео. О, получилось. Дело остается за малым, мы просто должны соединить вот эти две части, вот видите, здесь присутствует отверстие и стержень, и мы их соединяем. И здесь в этой части, ну, немножечко видно, я надеюсь, вот здесь у нас присутствует два стержня, мы их просто должны соединить. У меня снова отсоединилась эта часть, она зачастую отсоединяется, но это не страшно, потому что поправить можно довольно-таки просто. Все, что нам остается, это просто поправить все части, повернуть руки на 180 градусов, ну и, конечно, снова поправить фары, и закрепить оружие на Арси. Для этого мы должны оба этих стержня соединить, точнее, вставить в эти отверстия. Кстати, вот эта часть может отваливаться. Имейте в виду, можете ее убрать просто сразу, чтобы она вам не мешалась и не трепала нервишки. И мы должны деть в эту часть само сиденье. И трансформация у нас получается готова. Нужно, конечно, подправить многие неточности. Недостатки я подправил, и у нас получается полноценный мотоцикл. То есть наша трансформация удалась. В целом хочу сказать, что фигурка мне понравилась, несмотря на многие ее дефекты. Но я закрывал глаза на эти дефекты, потому что не стоит забывать, что это копия, и для копии достаточно неплохо выполнена. Поэтому я могу оценить ее как довольно-таки неплохую фигурку. Покупал я ее в магазине Транс, то есть Екатеринбург. Вы можете найти его в ВКонтакте, если я не ошибаюсь. Точнее, я не покупал, а фигурку я выиграл в конкурсе. Я покупал еще к Арси Мегатрона, на него я уже давно сделал обзор, точнее, Гриватрона. Поэтому участвуйте в розыгрышах и побеждайте, выигрывайте себе фигурки. Наш видеообзор подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Оставляйте обязательно свои комментарии, что вы думаете по поводу этой Арси. Пока.